всем привет небольшое летнее затишье для нас дима я решил со своей стороны прерывать новой рубрикой о комиксах миньола это будет такой своеобразный миньола версона 3 для себя хотите название придумываю попозже на момент уже выхода видео на данный момент я прочитал хелл бой лайбрери с 1 по 4 тома и начал bprd первый том который чума лягушек ну поехали первый том это всеми разрушения и пробуждение дьявола они же сидят сракшен и wake the devil а на русском все это выходило уже насколько я знаю да у excel и всеми разрешения выходил даже до excel в россии история у него старая в этих изданиях конкретно да буквально одно подмечу у них что ну помимо того что они хренительные так все знают скотт или пишет очень прикольное вступление к изданиям и соответственно в конце и майк миньола пишет послесловие к изданиям это очень прикольная динамика в именно в развитии и комиксов и франшиза очень интересно читать поэтому если у вас есть библиотеки ни в коем случае не пропускайте непосредственно вступление к тпбш которые здесь внутри включены да это и тома именно как уволим и трек пеппер века в до изданий они там асмысли там он-гоинга серия это роберт блок и 2 соответственно в акаде вал мур выписать что сказать о первом доме ну первым волями тпбшки она же первая мини история по сути сида дикстракшн а эта история рассказывающая оригин хеллбоя в первую очередь опять же и его связь с распутиным вот и его встречи с ним после 44 когда распутин его призывал в наш мир до 94 я не путаю когда собственно распутин столкнулся с хеллбоем сейбом и слиз впервые комиксом красивый интересно его читать но не настолько интересно как мне бы хотелось портить его очень сильно скрипт то есть сценарий а непосредственный джона бирна то есть плоттер да то кто писал сюжет был майк миньола само собой и художник он но он боялся писать сценарий и бирн писал его здесь это очень портит комикс и здесь очень интересный момент потому что до вот перепрочтения да в рамках именно вот этого летнего такого марафона которая начали этом и закончил надеюсь осенью миньолы я читал комикс до этого очень давно первый том прям очень давно и потому что библиотеку купил тысячи саду был 9 лет назад значит получается примерно тогда же я и читал первые только томик и на тот момент как бы я уже читалась я не путаю джона бирна четверку шахалка прочитал сильно позже и они принципе нормально но они мне нравятся это хороший комикс для четверки то вообще как бы один из лучших комиксов и шахалка не нравится даже больше но блины как же сложно спорить с димой что джон бирн днище не имеет писать читая этот комикс это очень тяжело я даже больше не буду на это делать потому что это я скорее склоняюсь к мнению что он действительно здесь днище очень тяжело читать я не знаю как это объяснить но я считаю что джон просто не подходит на для такого комикса и главное он устаревший то есть это но для меня это устаревший чувак который пишет вот все равно читать старые комиксы если вам не нравится чак паук брать читай стэн ли чак пука вот это устаревшее письмо устаревший слог устаревший подход к написанию сценария начнем с этого и вот это все выразительно портит впечатление от комикса котором к слову появляются также впервые лис шерман и и писать очень важный персонаж для меня лаверса можно сказать не самых важных но текст бирна в сторонку да это ни в коем случае не должно портить окончательно историю потому что точнее ваше впечатление от истории потому что комикс видна все равно клёвый днем впервые появляется опять же важные персонажи нем рассказаны интересные сюжеты общие и в целом а если он получил удовольствие вот читая сколько девять лет спустя это все все таки это миньолы это приятные в обе есть даже спустя чужой текст что еще сказать про непосредственно первую первую историю самое клевое в ней что что она вообще есть потому что на момент когда майк начал писать комикс это был очень такой рискованный проект потому что майк сам по себе считался как у скотт или подмечают как раз вот предисловие к этому этому издание что майк был артист артист то есть по-русски это будет оба художник для художников наверное то есть его могут оценить художники могли этот момент да он был уже в почете среди других людей авторов художников сценаристов писателей и так далее те кто занимается ремеслом смежно но не для фанатов это очень прикольный момент потому что сейчас выросло целое поколение миньолы-лайк художников и в россии и за рубежом это очень интересный момент здесь же кстати появляется в комиксе вот огдру джахат впервые концепт основной из противостояния собственных лбоя своей судьбе и у того джаха здесь появляется не помню было ли первым фильмом дель тора вообще что-то про него по моему не было опять же лис очень крутые концепты другие существ ну и в принципе 4 глава есть последняя в томе меня на нем больше ничего не буду говорить самое крутое для меня в этом томе то что в конце концов заканчивается и начинается следующий том пробуждение дьявола совершенно другое ощущение сразу просто полностью авторский комикс и сразу другой вайб и другое письмо все намного проще приземленнее и без желания выпендриться то есть менюла не раз подмечал что он сам не считаю что он имеет хрень написать и я честно говоря могу сказать что он пишет просто хорошо он не пишет богоподобно не пишет охрененно он там не мастер какого-то диалога он умеет рассказывать историю для меня это достаточно чтобы читать комиксы более чем и в большинстве своем здесь просто большое удовольствие чтение сильно больше после 7 разрушения вот то есть какого-то конкретного прям шедеврального письма здесь нет но эти комиксы спаяна обратите внимание не меньше объем чем был убирно читать удовольствием в разы больше чем там вот ну не могу я объясни больше почему вот 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 так есть здесь слову во втором томе нам главным образом представляют ну основная история берется вокруг вот вампира который уже несколько столетий назад воскрешал раз за разом вот в своем странном замке своем отдаленном замке странной комнате да там при лунном свете и в итоге хэлбой и еще две команды из bprd отправляются вот в разные локации чтобы найти собственно помешать ему снова воскреснуть да и найти его найти его останки просите украденные из музея здесь нам представляют возвращают распутина уже в виде духа и представляют перед главным образом геккату это персонаж из древнегреческого партлера и здесь она ну там как божество буквы говоря представлен если я правильно помню древнегреческие уже мифы давно их не читал здесь же она главным образом то что интереснее всего для нас как читатели да она королева ведьм условно так называемая и представлена в виде полуженщины полузмеи секундочку меня здесь была закладочка вот вот она и к там и к слову опять же спойлер алерт все еще здесь ноке иначе спойлеры вам не страшны гекката здесь успевает умереть и тут же воскресу снова в другом теле и вот ее воскрешение но я не буду показывать случайно только на бриту она очень важно для финала истории в том числе насколько я знаю из того что я себе проспойлер уже вот он спой в данном случае не сильно пугая потому что это большой цикл и без спойлеров читать о нем что-либо где-либо уже ну физически невозможно что еще я хотел сказать давайте посмотрим что я себе оставил из гениальных закладочек да по поводу арта майка миньолы вот смотрите сразу как меняется повествование да с темных вот этих черных страниц миньола которых он видел нужду там меняется на более легкий белый этот вот цвет которым работать во многом сложнее много сложнее насколько я знаю вот и вот эта страница меня очень сильно впечатлило то здесь уровень у меня сразу другой он уже не красит все черного чтобы вот мы выглядывали все в черном да он использует страниц по максимуму этого сцена где хэлбой останавливает вампира на коне наскаку ударом в лоб тут этим вот разворотом где майк использует рамку не как панель а как будто бы фокус то есть он рамкой очерчивает то что можно и без нее на странице оставить пустым но он делает именно уже такое но если хотите дизайнерская на решение это уже такие более базовые графические вещи интересные нежели просто вот рисование картинок как в первом томе идет вот тоже касается принципе и раскадровок более интересных чем чем в первом первом томе 7 разрушения то здесь уже идет такая легкая но эволюция миньола и очень прикольно что дальше она будет идти еще еще и еще активнее и в целом прям это очень интересно наблюдать как художник эволюционирует прям выпуск за выпуском эпилог с бабой гой и распутина не буду я его целиком вас поверить послесловие миньола про который я говорил очень прикольно читать про то как концепты зарождались изначально и что в итоге осталось в истории а что отсюда был вырезан и потом позже найдено и вставлен там bprd через 10-15 лет и так далее тоже обязательно читайте эти все послесловия до и после а вы дочитав простите не смог сдавить мешок дочитав первые первую библиотечку у меня провела на смех потому что я подумал блин слава богу что дальше дальше не будет бирна и тут я открываю где маленькие истории скрипт которым тоже писал джон бирн то вот история про этого пса который как бы типа возможно бог анубис возможно и нет и вторая история про летающую голову этого клевого чувака герман фон клемпт как не могу запомнить его имя его мартышев такие небольшие истории если я правильно помню они публиковались изначально то ли в антологии то ли еще не таких каталогах о dark horse чтобы вот ну как реклама короче такая привлечь к выходу комикса новых тяну читателей изначально когда когда был запущен мигом следом идет большая большая скетч секция мы издание тоже здесь обозреваем вот это первый облик хеллбоя по нему уже даже у фирмы mondo были статуи и их уже везде по стиле то есть скорее всего уже много раз его видели опять же комментарии к скетчам тоже очень ценные и очень большой кайф читать непосредственно о том что откуда бралось и главное куда потом что это что куда ушло извините вот в частности здесь например интересно что вот персонаж который здесь уже не помню который заместил по моему с него якобы сделали даймио в обе пиарди очень много лет спустя вот с этого чувака изначально как бы 10 только 3 он оставил оси я правильно помню опять же отсылки в создание и вдохновение у хеллбоя при всем душным сравнением интернете что хеллбой это не супергерои какие-то другие комиксы так и есть но сам миньола пишет в предисловии спасибо кербе здесь же он пишет что вот детективная версия 10 членджер за ноун и marvel's fantastic for то есть его эти вещи вдохновляли и эти концепты он принимал сюда и честно говоря читая эти комиксы очень они очень напоминают по духу приключенческом аспекте далее не в этом томе а далее очень напоминают эти моменты поэтому не стоит сбрасывать счетов то за что судьбу тесы бригер и прочее из которых миньола и другие чуваки берут референс это очень поверхностно опять же вот отсылай к холлинг никфюрин до холлинг команды с капитан америки вот рисуя нацистов и всякие эти его сай-фай штуки связаны с нацистами прочим тоже во многом майк брал оттуда поэтому как бы до лягушки архитектура здесь за тоже с референсом откуда архитектура взята майк очень много рисует прикольных монстров помимо от лягушки которые здесь и зарабатывал драконов и прочего во всех томах очень много интересных иллюстраций и самое клевое что многие из них он в итоге и так понял даже и не использовал кстати зарисовки где он изначально хотел со скандинавским тором столкнуть да ну тоже все и так знают все смотрели кино marvel как минимум вот насколько я знаю не использована в итоге концепты были в принципе наверное здесь все надо сейчас буду снимать сразу 2 2 часть поэтому скоро выйдет и она надеюсь вам понравилось я думаю что я не сильно она спойлерил хотя наверное спойлерил буду дальше но в таком формате планирую снимать видео про все остальные тома но если вы конечно будете смотреть и лайкать если они будут реально нужны потому что книг много и не вижу смысла тратить время если это не востребовано за сильно верно все спасибо за внимание до новых встреч